Смотрите, показываю. Видите, какая красота. Бутылочки раскустятся. И будет у нас красиво-красиво. Да. Я не знаю, кто-то повладился. Вот цветы, говорю, рвать. Так неприятно, что срывают. Вот, постоял два дня. Я только сегодня в 9 часов глянула утра, а в 10 часов уже нет. Дети, если вы смотрите, не рвите цветы. Пусть они растут, всех радуют. Наверное, скорее всего, это дети срывают. Вот он такой манящий, заущий красотой своей. У самой дорожки такой. Цветёт, расцветает этот ирис. Ну, видите, конечно, наверное, налетают на красоту. Ну, сами такие были маленькие. Вот я же говорю, пока не прочитала, что Ванга говорила про цветы, что это ручки земли детские. Что вы рвёте, не рвите цветы. Это как ручки детские оборвать, понимаете? Вот. И я с тех пор перестала любить сорванные цветы. И рвать их перестала. Вот ещё купить могу букет цветов, да? Решок там подарили мне. А вот рвать сама нет. Не могу цветы рвать. Больше не могу. Просто любуюсь на них и всё. Выхожу в сад. Я говорю, красота. Здравствуй, красота. Вот такая красота. Ох, какая красота. Бумажечки вот такие вот маленькие какие-то. Красивенькие такие. Не знаю, у тебя растает. Ты что-то должно радовать своим плетением. О, гвоздичка. Это я вот сеяла. В том году у меня её не было. А в этом она у меня появилась. Вот такая красивая гвоздичка. Видите? Ой, лапочки какие. Красавочки маленькие такие. Совсем. Вот какая-то травка. Я не знаю, что это за травка такая. Дико растущая или что. Я не соображаю в этом. Так. Ну-ка. Ой, ромашечка какая. Девочка, красавочка. Видите, какая прелесть. Такая красота. Вот такая. Вот что-то сходит. Что-то такое красивое будет. Ромашечки. Ой, так красиво. Вообще красиво. Я мечтала, чтобы тут хоть сорнячок какой-нибудь у неё. Хоть бы что-нибудь красивое. Видите, сколько? Хоть сорняковое. Ничего ж не росло. Совсем ничегошеньки здесь не росло. Земля не хотела здесь рожать. Эта жизнь. Она вся была залита. Вот баллоны выливали здесь. Костры жгли строители, когда крышу делали, гудронили. Вот. И только благодаря тому труду, которым уже вложили с мамочкой, вот что-то выросло. И детки мои вот сажали вот такое. Девица. Вот такое с мужем вместе. С моим бывшим. Вот. С папой со своим сажали. Так. Видите, отцелили голубчики. Вон в траве ромашечки у меня там. Сейчас покажу. О, смотри, какая она красивая. О, вот какая-то трудашка трудится. Нектар собирает. Букашечка. Кустика. Кустика. С цветочка на цветочек летает. Маленькая такая пчелка. Вот, Антика. Она совсем крошечная. Прямо ребенок. Это я в увеличенном варианте ее показывала. А так она малюшенькая-малюшенькая совсем еще. Еще ребенок. О, на любой пусть и глянешь, везде трудяшка сидит. Везде какой-то труд происходит. Видите? Вот не может ничто живое без труда. Все трудятся. Все. Смотрите. Каждый трудится. Каждый. В этом и жизни. В движении. Видите? Вот гектарчик, как она собирает. Вот, чтобы посмотреть. И придется к ней. Гляньте, как трудяжечка малышка. Ой, как трудяжечка. Ах, как трудяжечка. Ветерок колышет. Колышет цветочек, ветер. Но она цепко-цепко вцепилась в него. Вот, как маленькие детки. Гляньте. И сколько же разума у них. Вы посмотрите, у нее под лапками комочки. Перга, вот так называемая, которую мы употребляем потом. Посмотрите, какая красота. Ну-ка ж. Это она вот этот бомбовозик маленький, медовый. Собирает вот эти вот шарики пульцы. И носит эти шарики к себе в улей. Ну и красота. Вообще пчела это что-то божественное такое. Вообще любое насекомое сотворено. Богом так с любовью. Посмотрите, крылышки какие у нее. Какие они трепетные. Как эта жизнь трепетна. Как она вот зависит от нас. От нашего вот этого, как говорится, отношения к природе. Погоду природу, вот я боюсь, что всякими химическими веществами и всем прочим. Вот. И не будет вот этой красоты на земле. Смотрите, какая маленькая трудяшка. Как она собирается, этого цветочка. Куда-то ж она сейчас перелетит. На другой цветочек вот перелетела. Вот. Сколько ей пульцы надо собрать. Вы представляете? Это ж трудяшечка маленькая. Круженица. Хорошенькая. Ах ты, круженичка эта маленькая. Вот я ее хочу со всех сторон вам показать. Со всех, со всех. Вот. Как она пульется. Видите, какая красавица. Еще одна векса перелетела. Перелетела. А он под задними лапками. Видите, шарики какие. Пыльцы. Под задними лапками. Вон она. Как подмышку. Папку положила. Вот, да. Вот когда мы с папкой идем, подмышку кладем. Так и она туда положила. И держится у нее там это комочек этот в пыльце. Шарик такой. Вон он. Вон он прямо видно. Видите, да? Я первый раз вот так близко вижу. В детстве наблюдала, но как-то не обращала внимания на эти шарики под лапками. Я думала, просто они пьют нектарчик там. Я поутру видела, вот, вечером видела пчелок. Но маленькая была, видимо, еще так не могла вот разглядеть ее хорошенько. Может, еще не понимала. Может, и видела, не обращала внимания. Думала, что это у нее тельце такое пушистенькое-желтенькое. Ну, ты нападь-ка такая, маленькая. Ах ты, трудярочка эта. Маленькая ты моя, хорошенькая ты моя. Хорошенькая ты моя, хорошенькая, хорошенькая. Красавица, красавица. Ой, умылась, как умылась с лапочками своими. Вот она, опять она. Вот она, красавица моя маленькая. Моя красотулечка. Моя девчулечка такая, ты маленькая. Ой, трудяшка. Уже казалось бы, вот потрудилась и летит, и нет. Запасная такая. Запасная такая она. Запасная. Запасная девочка такая, да. Запасная такая она, запасная. Да, видите, какая маменькая. Запасная такая девочка. Ты такая маленькая пусиночка летаешь. С цветочка на цветочек. Счастливая деталь. Сца. Чё. Чё. Папа. Чё.